То, что произошло, то, что происходит, это очень сильный контраст для нас. Большинство из нас ни с чем подобным не сталкивалось. Почему контраст жизненный должен быть настолько сильным? Контраст не должен быть сильным ни для мира, ни для человека. И вы как индивидуальность можете что-то предпринять по поводу того, как вы конкретно себя ощущаете в этом. Мы знаем, что есть темы, с которыми легче. Мы знаем, что есть темы, с которыми практически невозможно. И мы хотим поговорить с вами об этом. Многие люди могут не иметь этого в своем опыте. Если вы не хотите фокусироваться на этом и притягивать это в свою жизнь, вам не нужно слушать эту тему. Мы говорим сейчас только с теми, кто не может не думать об этом. Контраст — это необходимое условие эволюции. Контраст — это хорошо и правильно. Это значит, что эволюция пришла в тот опыт, который вы переживаете. Контраст, который становится все больше, больше и больше, становится все более проясняющим. И как Личность вы сами решаете, понимаете вы это или нет, но вы сами решаете, насколько далеко вы входите в контрастный жизненный опыт. То есть, насколько вы осведомляете себя, то есть, насколько вы переживаете, то есть, вникаете, то есть, слушаете, смотрите. Вам самим нужно знать, сколько вам нужно, чтобы зародилось нечто значимое для вас, чтобы вы сами определились, чего вы хотите, с чем вы дальше будете сонастраивать себя и к чему вы будете стремиться. Каждое ваше желание услышано. Каждый ваш выбор понят. Ваше существо, даже если вы сами как человек не можете увидеть ответ и воспринять ситуацию, тяжелую, возможно, ситуацию из верхней половины эмоциональной шкалы, ваше существо все равно может. И мы понимаем, что каждому человеку нужно проделать определенный путь, чтобы увидеть это все глазами своего существа. Но это возможно. Еще один вопрос. Каким же может быть эволюционно правильный подход, чтобы увидеть всю эту ситуацию в новом свете? Это может быть, например, такой подход, что это ситуация для восстановления баланса, для движения и перемены полярности. Даже если с человеческой перспективы это не ясно, это будет ясно, если вы отойдете от всего и посмотрите на все это из тишины, с высоты. Еще один вопрос. Вы помните эту историю, как Джерри всегда возил с собой огнетушитель, и ему очень часто приходилось помогать людям на дороге. Потому что есть такие ситуации в жизни, когда уже ни до мантр, ни до молитв, ни до медитаций надо просто вытащить огнетушитель и затушить огонь. Да, держите свой край в уме, свою землю в уме, в представлении своем и видите его с любовью и в мире. И по возможности держите всю планету в таком же свете и смотрите на нее с любовью и с миром. Еще один вопрос. Если я не могу помочь другим, если я живу далеко, что можно сделать? Достаточно хотя бы себя вернуть в гармонию, потому что я чувствую, что из состояния разбитого сердца помочь невозможно. Да, это именно так. Да, этого достаточно. Это потребует немало от вас, но вы сможете. А затем придут идеи, как помочь из состояния любви. Таким образом, вы хотя бы замедлите свой быстро несущийся поезд. Еще один вопрос. Неужели молитвы и медитации реально помогают? Да, при условии, что они проделаны из верхней части эмоциональной шкалы, то есть из хорошего состояния. И как это помогает другим? Это работает так же, как огнетушитель. Это выглядит как поток на тех, на то, что вы только что держали активным. Это поток благополучия для ваших родных и близких, даже если они далеко. Если вы не можете обнять их, вы можете обнять их вот так. Это поток благополучия и чистой позитивной энергии. Еще один вопрос. Если я смотрю на все глазами существа, то есть понимая, догадываясь, что у этого шага, у происходящего есть смысл, то я решила пока не смотреть на то, что есть, насколько это возможно, но понимать, что создается, понимать, что закладывается на будущее. И это что-то настолько огромное, это потрясающее, колоссальное расширение. Я не могу убрать страдания людей, и поэтому направление развития, вот то, о чем я думаю, мне кажется, это единственное, что можно тут сделать, держать свою настроенность на направлении развития. Если я в порядке, ровно и спокойно, я добавляю к балансу этой ситуации, и мир не скатится в пропасть. И я говорю с людьми с этой позиции. Да, вы наш друг и предложили огнетушитель. Если вы слушали нас, вы знаете, как полезно выходить из ситуации и смотреть на них сверху, сбоку, забегать вперед в них и лепить далее по своему видению. Вдумайтесь в то, что создано там всеми людьми. Это такой сильный запрос, и на него идет такой же сильный ответ. Это мощнейший коллективный вихрь. Это громадное расширение не только для двух стран, но для всего остального мира. Это желание более доброжелательного мира. Это желание более благосклонного, понимающего мира. Мира достаточно большого для каждого. И если вы получили то, что вам кажется большой несправедливостью, вы, несомненно, многие, по крайней мере, это точно, отталкивали то, что вам не нравилось. Вы боролись всеми своими способами. Вы жестко противоставляли себя другим. И баланс всегда находит способы восстановиться. Теперь надо что-то деактивировать, а что-то, наоборот, активировать и сменить направление мысли. Теперь надо выровнять свои ожидания. Вы должны практиковать ожидания мира и для себя, и для других. То есть искать, находить и замечать, и сонастраиваться со справедливым, смирным, видеть присутствие справедливого в жизни. С каждой логической перспективы есть несправедливости и с одной, и с другой стороны. И если вы хотя бы пробовали деактивировать чужие мысли, которые выводят вас из равновесия, и практиковали активировать то, что вам нужно, вы уже сделали важный шаг. На ненужные мысли и новости выпишите их себе, напишите на другой стороне неактивно и выбросьте в коробку с неактивным вас больше. А активно, наоборот, прописывайте себе лист за листом. То, что нужно вам, выписывайте себе, пишите его, что вы хотите испытывать, прописывайте себе и дисциплинированно надевайте это ощущение. Вы должны заметить, куда несутся ваши мысли, в какую сторону мчится весь ваш поезд. Если вы знаете о существовании у вас внутри нефизической силы, которая знает всё, если вы знаете о существовании источника энергии, вы найдёте своё расширение, это будет чудесно. В эту сторону вы и направляетесь. Когда у вас проявляется запрос, нефизическая ваша часть понимает вас целиком и полностью, и она всегда за вас, полностью за вас. И она собирает все возможности, все идеи, необходимые для осуществления того, что вам важно. Большинство просто смотрит на то, что есть, и, соответственно, предлагает миру такие же вибрации. в чётком соответствии. А вы можете намеренно себя отослать в будущее и понять, на что этот запрос был нацелен. Вы можете тогда и увидеть его проявление в реальности. Разве не занимается у вас дух от понятого и увиденного? Какой колоссальный запрос! Тем, кто очень напуган, избит, кто несёт в себе тяжёлые убеждения, им, конечно, тяжело, и не надо ожидать от них многого. Но есть и другие, есть остальные, особенно те, кто остаётся вблизи источника, что бы ни случилось. И зная то, что вы знаете, и понимая, что вы понимаете, вы можете продвигаться и менять ощущения и свои, и тех, кто рядом, даже по капле. Это очень ценно в целом для планеты. Вы способны фокусироваться на желаемом. Вы способны держать это видение. Вы можете это с определённостью и решимостью. Оставайтесь на связи с собой. Вы способны понять процесс становления желаемого из нежелаемого. Так оно рождается. Вы способны дать время вызреть этому. Вы способны держать при этом своё видение. И желание обязательно выйдет на поверхность и проявится. Всё всегда срабатывает для вас. И мы вам обещаем, что это так. Как бы оно ни казалось в какой-то момент времени, благополучие есть. И оно будет переосмыслено, оно будет востребовано. Чистая позитивная энергия идёт к вам постоянно. Есть только любовь и есть её непозволение. Это всё. Она это любовь и никто в нефизическом мире не судит никого из вас и не тревожится ни о ком из вас. Почему? Потому что в любой момент вы можете ухватиться за этот поток и понять это как движение жизни. Фокусируйте себя на эволюции себя, на своей собственной эволюции, на своём собственном развитии в любой ситуации. Осознавайте её и двигайтесь в нужном вам направлении. И желайте благополучия для всех, абсолютно для всех. Каждый может и должен. не поддавайтесь искушению потолкаться, подпихивать других, потому что вы не можете быть частью решения в этом случае и тогда вы обрекаете себя на проблемы. Каждая в ситуации может получить то, что ему нужно. Вы можете понять, что другие хотят безопасности и вы именно этого достигаете и строите. Вы хотите мира и это грандиозное решение для всех. Весь мир изменится и это будет чудесно. Грандиозное . Грандиозное